Доброе утро, дорогие друзья, эфир, гости, как обычно программа на Герчика, к нам сегодня приехал гость издалека, за это ему огромное спасибо, прямо из Казани, приехал Артем Крамин, трейдер-разработчик привода для торговли на форте, скальперский стакан Артема Крамина, почти как Артем Лебедев, Артем, добрый день. Ну ты, конечно, тебе огромное спасибо, сей из Казани приехать. Ну мне просто интересно было даже с тобой просто познакомиться. Огромное спасибо, очень приятно. Я этого желал приехать уже. Спасибо. Тём, такой тогда вопрос, будем, как говорится, на ты, Саша, Артём. Просто расскажи свою историю, мы всегда, когда к вам приходят новые гости, я понимаю, иногда это для кого-то очень скучно, но человек, который себя как бы потравнивает, хочет быть либо разработчиком, либо трейдером, он должен понимать, откуда приходят люди в нашей среде, из которых получается что-то. Поэтому расскажи, как вообще тебе занесло. Ну у меня всё началось в 2006 году, у нас тогда очень активно развивался Форекс в Казани, бомбили очень активно рекламы, баннеры везде по городу висели. Ну и мы с другом недолго думая решили попробовать заняться, у нас при том, что подход был изначально такой достаточно механистический, мы выкачали там за много-много времени котировки, считали всякие разные статистики. А, то есть у тебя, в принципе, есть какие-то базовые знания по... Я программист, да, по образованию, за ВМК закончил Казанское, вот, и, ну, всё это время вот... То есть это даже базовое твое твое. Да, мне повезло в этом смысле. Вот, и мы активно там ночи напролёт считали всякие разные статистики, посчитали удивительную штуку, оказалось, что, значит, если в 5 утра покупать евро-доллар, там, с определённым стопом, с определённым тейк-профитом, держать, всё будет у тебя в шоколаде. Значит, уже потом, правда, анализируя это, кстати, со свежей головой, мы поняли, что это там совпадало с временем открытия, там, то ли Японии, то ли ещё кого-то, при том, что там предыдущие несколько лет были позитивны, и всё росло, поэтому ты и покупал, и оставался в шоколаде. Ну, мы начали это дело торговать с ним, и одним великолепным утром я в 5 утра проснулся, а он нет. Я зашёл, и через 2 дня у меня от счёта ничего не осталось. Вот, а он счастливо проспал себе это утро, пережил этот день, и дальше продолжил торговать, и всё у него нормально было, он удвоился за тот год в результате. Вот, но, слава богу, я человек настырный. То есть, в принципе, хорошо, что с тобой тогда это произошло. Ну, сразу же, знаешь, так, бух-бух, на тебе, а ты такой умный, посчитал, да, ну вот, на тебе. Вот, и я продолжил копать дальше, и так получилось, что я в 2009 году съездил к Андрею Берецу-Псков. Да, ему огромный привет, великолепный человек, великолепный профессионал своего дела. Ну, мы с ним до сих пор очень хорошо поддерживаем контакт. А как с ним можно не поддерживать контакт? Великолепный парень. Андрей, ты нас слышишь, я уверен, тебе огромный привет от меня, Артёма. Вот, я съездил на неделю к нему туда на обучение, посмотрел, как там, знаешь, эти ребята сидят, там их там 30 человек, мониторы, как это всё происходит, это круто было, конечно. При том, что мы попали в какой-то день, был очень активный, там парень одной комиссии что-то 60 тысяч только заплатил, представляешь, он там ворочил. Заряд. Да, да. И там все такие, вот, мы посмотрели всё это дело неделю, и так получилось, что там на семинаре Андрей дал нам торговать с помощью стакана, который они под себя разрабатывали. Я пока там сидел неделю, я понял, что мне интересно, но мне хочется своё, как всегда это бывает, я за неделю написал свой. Ну, тем более ты программист. Ну, да. Ну, конечно. Я приехал со своим ноутом, и за неделю, пока я там сидел, я написал свой стакан, уехал и понял, что, ну, круто какая-то штука, что-то с ней надо делать. Вот, тогда была тема ещё продавать его за деньги, сейчас до сих пор это происходит. Тогда это было супермодное, как раз вот там прошёл, знаешь, вот этот Майтрейд, когда выстрелил на этом самом... На ЛЧ. На ЛЧ, да. Это была прям тема-тема, все говорили про скальпинг, вот. И, ну, я подумал, что продавать, да, таких их 10 там аналогов продают, ну, я буду ещё одиннадцатым, да. Ну, может быть, я там сто этих копий продам, ну, и что мне от этого, какой интерес. Я стал раздавать его за бесплатно. И в результате у меня сейчас где-то там 400-500 копий в месяц этого стакана скачиваются. Вот это такое было самое начало. Ну, и дальше уже как-то бывает, за счёт того, что информация расходится, народ приходит, что-то предлагает, спрашивает. И так получилось, что у меня вот ребята нашли из Казани, с которыми мы как раз вот законтачились, начали работать. Кстати, вот последние полтора года мы достаточно плотно ушли в опционную тему. Там, вот для меня, что очень большой такой интерес представляет, что там торговля целиком, мы не торгуем там направленной стратегией, вот. Она целиком механистическая, там вообще не надо думать головой, ты, так сказать, считаешь математику, робот считает, и робот её делает. Она абсолютно для роботов тема. Меня, кстати, вот поразило, мы в прошлом году были, опционные конференции-то вот ребята проводят. То есть, кто-то из выступающих спросил, там зал человек 200, да, а кто у нас торгует с помощью автоматики? И там человек три рук подняли. Ну, то есть, там ещё работать и работать, да, там бездна просто смысла ещё. Вот, и мы вот сейчас в эту сторону двигаемся. Ну, и плюс я достаточно активно занимаюсь вот именно за счёт того, что стакан широко разошёлся, народ слышал, и если там возникает у кого-то желание каким-то образом торговлю механизировать, ну, народ стучится, узнаёт. Понятно, то есть, я понял, помимо того, что, на принципе, стакан это было только начало, вы разрабатываете именно роботов под заказ. Да, 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 и это тоже. Ну, давай тогда так расскажем, это абсолютно нормальное явление, на правах рекламы пускай будет, знаешь, это абсолютно нормальное явление, когда люди делают хорошие продукты. Расскажите, что интересненько было придумано, потому что сейчас тема модная. И думаю, что тема модная будет, в принципе, надолго. Сейчас очень многие как бы идут в этот бизнес, потому что бизнес хороший, ну, самое тяжёлое, насколько я знаю, вот я тоже работаю с программистами, это именно программисту объяснить идеи. Да, да, да. Вот это самое тяжёлое. Расскажи именно об этих этапах, как происходит этап. Тут, опять же, да, есть два момента важных очень, когда к тебе приходит человек. Во-первых, это всё, что касается конфиденциальности, потому что в любом случае он тебе выдает, так сказать, самое дорогое, что у него вообще в принципе есть. И в этом смысле я, знаешь, за эти вот три года, как этим занимаюсь, я видел уже очень много параноиков на эту тему. Я их понимаю, да. Я тоже их понимаю отлично. Есть ребята, которые там не готовы даже переписываться через скайп, они приезжают лично. Мы там ради получаса разговоров для того, чтобы как-то посмотреть, что-то сделать, уезжают, приезжают, потом опять привозят свой ноут, мы всё ставим, никаких там общений через интернет и так далее. Просто потому, что эта информация для них очень важна. Нет, ну я понимаю, у меня есть, например, как бы идеи простенькие, которые, допустим, в открытом доступе, но есть идеи там не то, что это нельзя назвать ноу-хау, но в трейдинге как бы нет ноу-хау, есть закономерности, которые человек со временем как бы понимает. И это, в принципе, нормальное явление. Как вот с такими боретесь? Он же всё равно понимает, что ты всё равно пишешь ему программу, и ты первый источник того, что ты действительно имеешь к этому доступ. Тут видишь как, я отвечаю своим именем. Вот это основное моё отличие. Например, ну есть у нас там ещё 2-3 команды, которые делают похожую услугу, дают, но там всегда эта команда, там 3-4-5 человек, да. Когда ты отдаёшь какую-то идею в команду, там нет... 5 человек, абсолютно верно. Да, вообще никого не знаешь, да. Там, как правило, у тебя будет человек, который с тобой контачат и представляет их, да, но что там дальше происходит, ты не знаешь. А тут лично мы встретились, переговорили, я могу подписать документ, если это нужно, но в любом случае это всё вот между нами происходит, да. И если я один раз допущу некорректное поведение какое-то, это же через минуту будет в интернете, и все об этом узнают, и всё уже просто. Поэтому для меня это, в первую очередь, важно самому соблюдать эти правила. Ну ты же знаешь, я согласен тоже, я тоже, знаешь, ко мне приходят люди, я не боюсь об этом на радио говорить, ко мне приходят люди с какой-то разработкой, я просто их беру к себе. Во-первых, а, что лучше оператора своей системы никого нету, так как человек знает свою систему, лучше всё равно не будет, и не дай бог где-то что-то не так идёт. Вот ко мне ребята приходят, говорят, вот там, Александр Михайлович, у меня идея. Да, я сразу говорю, слушай, мне идея неинтересна, ты мне покажи, и если всё нормально, я тебя просто возьму к себе, ты будешь оператором своей системы, ты вот её знаешь лучше всего. Потому что когда что-то пойдёт не так, даже я со своим 16-летним опытом зайду всё равно в тупик, потому что человек это прожил. Это знаешь, как сказать, ты кушаешь еду, вот что ты чувствуешь, когда ты её жуёшь? Я вот, знаешь, вот есть оттенки того или того. То есть тот человек, который сам жуёт, он всё равно никогда не сможет. Я сейчас на самом деле очень в точку попал, это знаешь, сразу я вот тому, что говорю, я сразу вижу, что ты реально с этим сталкивался на самом деле. Блин, одна и та же система, очень простые правила. Одна работает, другая нет. У одного работает, у другого нет. Я этому вообще удивляюсь иногда. У меня человек, знаешь, года, ну вот ещё в самом начале, года три назад, заказал очень простую систему и заказал тестирование на истории. Я посчитал там, знаешь, минусует только так. Всё сделал, отдал. Он через полгода пишет, всё пучком, отлично, у меня всё отлично, я очень доволен, спасибо огромное. Я не знаю, но у него работает, понимаешь, вот я ему сделал, у него работает. Я очень рад в этом смысле. Да, он может в какой-то момент просто включает, выключает. Есть определённые факторы, да. И он это просто каким-то вот там, знаешь, подкожным чувством чувствует, когда это надо делать. А никому другому это не будет. Ну, ты знаешь, может, просто он в какое-то время её включает. Ты же знаешь, у любых систем есть даже временной фактор тоже. Там у того же S&P, он иногда ночью может хороший сигнал дать. И, например, как сама система, она будет неинтересна, просто как сигнал, да. Вот многие там, что сейчас делают люди, которые с роботами берут, открывают там книжки по простому теханализу и начинают прогонять, например, кучу моделей. Да, недавно на смарт-лабе кто-то выложил вот эту статейку по черепашьему супу. Показал. Ну, это черепаший суп, вот то, что... Стратегия-то я знаю. Стратегия, да. Ну, прогнали, работает. Единственное, что там просадки колоссальные, да. Но я уверен, что найдёт ещё какой-то умелец, если бы я за неё сел бы, просто покропотал бы, посмотрел, как эллиминировать просадки, да, не подгоном. Я вообще оптимизирую. Мы вообще, когда, например, что-то делаем, мы несколько месяцев только руками, просто в Excel-е, каждую сделочку начинаем отсматривать перед тем, как мы, знаешь, на коленках кста. И потом, если она как бы уже что-то начинает показывать, рабочее, тогда... Ну, сейчас разговор не обо мне, сейчас разговор о тебе. Вот расскажи полностью процесс. Да, вот как вообще ты, и почему стал программистом? А во второй половинке мы именно расскажем процесс от того, как приходит человек, как заключается договор, там, на каких основаниях, как ты просчитываешь себестоимость, так как ты у нас сегодня как бы интересный гость, у нас таких гостей, как ты не был именно конкретно, кто занимается торговлей, продажей роботов. Ты правильно сказал, это ремесло. Ремесло. И я уверен, что ты профессионал своего дела. Расскажи, как ты вообще пошёл в программирование? Ой, знаешь, я сейчас встречаюсь с людьми и понимаю, что мне очень повезло просто-пусто. Я вижу там вот людей моего возраста, которые... Кто-то закончил Мехмат, кто-то пошёл, у нас авиационный сильный вуз в Казани есть, кто-то химический вуз. Это вообще пальцем в небо. То есть, когда ты 11 класс заканчиваешь и решаешь куда-то идти дальше, я не знаю, как это вот складывается. Кто повлиял? Как сложилось? Мне было интересно всё это дело. Тогда компьютеры уже были, не было тех мощностей производственных, которые сейчас есть, да, но вот с самого начала мы начинали, знаешь, компьютеры... Сейчас об этом... Это, знаешь, тогда не было интернета, когда мы начинали. Были BBS-ки, такая тема была, очень модная в Казани. Ну, 90-е какие-то там. Это, знаешь, такая тема, что ты, значит, оставляешь компьютер на ночь, включенный в телефонную линию, а другие люди со всего города могут к тебе дозвониться, подключиться к твоему компьютеру. Вот там есть хранища файлов, есть там какой-то интерфейс, где ты можешь полазить. 19-й век. Ну, вообще там. Фидо ещё тогда тоже было, но это тоже доинтернетская эпоха такая. И вот мы вот это всего по полной программе отгребли, наелись всем этим тогда. И когда появился интернет, это было мега круто, конечно. И поэтому, ну, даже мыслей на самом деле не было, чем ещё заниматься. Ну, вот это было суперинтересно. Дорогие друзья, Артём во второй половинке расскажет нам о том, как он занимается, как разрабатывает. Дорогие друзья, в гостях Артём Крамин, трейдер, разработчик привода для торговли на Форд, скальперский стакан Артёма Крамина. Просто хороший парень, профессионал своего дела. У нас перерыв на новости. И снова добрый день. Артём Крамин у нас в гостях, разработчик привода для торговли на Фордсе, скальперский стакан Артёма Крамина. Расскажи вот эту историю, когда ты от Береца приехал. Почему ты решил всё-таки своё написать? Ну, это, знаешь, это такая черта, наверное, свойственна всем людям, которые что-то умеют сделать сами. Когда ты видишь, как это делает тот и другой, и видишь, что ты можешь что-то сделать лучше, тебе хочется это сделать. К тому же, вот на начальном этапе, когда ты только в это во всё ввязываешься, всегда кажется, что там делать-то немного. Вот когда уже завязался, и ты влез в это во всё, и ты понимаешь, что надо ещё вот это, и вот это, и вот это, и вот это, и идёт. А вот, ну, если говорить про стакан, да, то, сам понимаешь, там очень много всяких примочек можно навешать вокруг, да. Я делал там коннекторы к, ну, всем известным сейчас терминалам, которые есть, да. Ты единый интерфейс можешь подключить к чему угодно, к любому брокеру. Ну, всякие там вот полуавтоматические штуки, там скользящие стопы, там хитрые тейк-профиты и так далее, и так далее. И можно это вечно развивать на самом деле. Но начальная вот эта табличка, клики-мышка, это же как бы достаточно просто сделать, к одному терминалу подконнектить. Но это было очень интересно просто разобраться, как это всё работает. Про роботов тогда, кстати, речь ещё не шла. В то время это было как-то ещё ток-ток-ток начиналось. Только начиналось. Я не думал об этом. А именно вот трейдинговая карьера? Есть у тебя в арсенале? Ну, после, я имею в виду, после Форекса? Что произошло? То, что мы работаем сейчас с командой моей, ребяток, с которыми вместе торгуем. Причём тут, знаешь, очень важный момент. Я считаю, что я не один. Например, после того, как ты от Береца приехал, ты торговал? Я, да, торговал. На небольшом объёме получалось скальпить нормально, но, к сожалению, мне не хватило какой-то компетенции внутренней для того, чтобы вырасти. Можно просто не скальпер? Ну, возможно. Не знаю, ну, то есть, вот у меня не получилось сделать вот этот, знаешь, рывок и выйти на новый такой объём, когда ребята там по 100 контрактов гоняют. Ну, когда комфортно уже и деньги идут. Это всё равно где-то внутри здесь у кого-то. Я ещё очень нетерпеливый по натуре человек, а для скальпинга всё-таки необходим железный вот этот вот... Попа. Да. И ты должен нажимать на кнопку не тогда, когда тебе хочется этого, а тогда, когда это действительно необходимо. А я, к сожалению, не способен смотреть в монитор и не нажимать на кнопку, когда всё двигается, это нереально. Хорошо, тогда давай поговорим. Вот от начала, например, приходит к тебе молодой человек, с идеей или немолодой человек, или девушка. Приходит к тебе с идеей, как с чего это начинается, именно весь процесс. Как, насколько глубоко ты, например, погружаешься в процесс, потому что насколько глубоко ты советуешь человеку этому что-то делать. В принципе, у тебя же есть опыт написания систем, поэтому я уверен, что кое-какие вещи ты можешь посоветовать гораздо лучше, чем сам человек может определить для себя. Ну, смотри, во-первых, как правило, когда человек только приходит первый раз, у людей существует очень слабое понимание того, а что вообще можно сделать. Они слышали про то, что есть возможность каким-то образом торговлю автоматизировать, но о том, до какой степени это можно сделать, мало кто представляет. Поэтому на первом этапе, как правило, мы пишем какое-то тезе на листочке бумаги, просто формулируя там правила, формализуя торговую систему каким-то образом. И я делаю это в первом приближении, как правило, не сильно запариваясь насчет того, а что же там дальше будет. Потому что сначала надо получить хоть что-то, что работает. Вот когда человек это получает, он нажимает на кнопку, видит, что эта штуковина коннектится к терминалу, получает оттуда котировки, информацию о текущей позиции, ставит заявки, передвигает их, что-то там рассчитывает внутри себя. Человек понимает, что, ух, а можно еще там подсветить вот это посчитать, можно посчитать такую хитрую статистику, которую он до этого рассчитывал раз в месяц, а сейчас это можно в моменте пересчитывать. Оказывается, можно на клиринг автоматически роботы выключать, а не руками каждый раз. Оказывается, можно там не один контракт торговать одновременно, а несколько, ну и так далее. И это приходит только в процессе. Вот когда ты делаешь, человек видит эти возможности, перед ним открываются все новые, 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 новые. Поэтому сначала это некий там вот бета какая-то, которая просто делает то, что было написано изначально. После этого я отдаю этому человеку то, что у нас получилось. Но он там, у меня есть такой, знаешь, внутренний срок, где-то в районе месяца, после того, как я сдал проект, человек может ко мне прийти и сказать, мне вот это вот поправить, здесь переставить, здесь цвет поменять, тут такую кнопку новую сделать, еще вот чтобы она тут покупала, а там продавала. Вот это обязательно надо делать для того, чтобы осталось у человека ощущение того, что ну все, я что хотел, то и получил, на самом деле. И в таком случае, как правило, происходит потом возврат, обратный визит, там через полгода, через год, когда уже здесь все понятно, хочется двигаться дальше, и человек возвращается. Вот, и, конечно, это очень, знаешь, очень сильный рычаг для людей, которые, у меня вот один парень из Ульяновска есть, уже мы несколько раз с ним возвращались, доделывали, переделывали, продолжали, он такую вещь сказал, когда уже мы запустили, он поработал месяц, он приехал такой, говорит, слушай, я 10 лет уже торгую эту систему, у него средний срок, 2-3 сделки в неделю, но он вынужден смотреть в монитор целыми днями, потому что он может пропустить момент для входа. Я, говорит, 10 лет, как дурак, пялюсь в этот монитор, для того, чтобы не пропустить эти 2-3 сделки в неделю. Я срок отсидел уже, говорит, за эти 10 лет, как будто бы, по ощущениям, я смотрю в этот монитор, и для него это просто выход на какой-то другой уровень вообще. Когда не надо сидеть смотреть? Он сейчас купил себе мобильный этот самый планшет, и он там с помощью вот этих программ удаленного доступа запускает робота на сервере у себя спокойно, течение дня может доступиться, посмотреть, как там дела, что все нормально, все спокойно торгует. Хотя сама система очень простая, механистичная, но крупный таймфрейм, большие деньги. Как правило, да, как правило, такие системы-то и работают, они предельно простые. Вот о том и речь, да. Чем крупнее ты мыслишь, тем более глобальнее, тем реже ее надо перестраивать, тем более она стабильно работает. Ты знаешь, я вот еще для себя уже вычислил два, так сказать, важных параметра, когда человек приходит, описывает первый раз эту систему, я для себя сразу понимаю, этот человек реально зарабатывает, или у него только появилась эта идея и еще не дошло. Это два важных момента. Во-первых, это… Он просто по-другому разговаривать с тобой будет. Это, конечно, да. Но есть две таких вот очень важных вещи. Во-первых, это таймфрейм, на котором он работает. Чем он крупнее, тем… Более серьезно. Больше веры в человека сразу. И второе – это управление капиталом. Если человек просто хочет робота, который входит и выходит из сделки, не обращая внимания вообще на… Риск менеджмент, менеджмент. Да, 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 не думая об этом вообще. Это означает, что, наверное, он только в самом начале пути еще находится. Ему еще год-два. А когда он приходит и начинает от риска разговаривать? Ну, как бы, если риск как минимум половина проекта, то да, уже серьезный человек. Есть разговор. Не надо уточнять детали. Если он говорит так, значит, так на самом деле им нужно. Вот для меня это сразу показательный злоночек такой. А как просчитывается, например, приблизительная цифра по цене робота? Знаешь, я изначально ставил… Трудозатраты, трудочасы. Но через какое-то время я понял, что если я буду дальше так работать, то я просто погибну под валом этих самых задач. Поэтому сейчас я сделал… У меня просто стольник стоит проект. И это начальная цена. Вот. Я таким образом отсек сразу очень большое количество народу, которые там приходили с очень мелкими задачами. А за 10 тысяч рублей это тебе не… Ну, это интересно вначале, когда ты начинаешь, надо наработать, ты абсолютно прав. Это профессионализм. Не бояться попросить много за то, что ты делаешь. Если ты профессионал своего дела, то надо просить. Да, все верно. Есть Артемий Лебедев, который понимаешь, когда он делает свой проект… 20 тысяч долларов, уже цены, уже цены кирургии. Растую, да. Да. Ну, вот я тоже к этому пришел и понял, что либо я работаю с людьми, которые понимают, чего они хотят, и работа стала намного, знаешь, более упорядоченной, более понятной и простая, потому что мы говорим с этими людьми уже на одном языке. И вот, кстати, еще один важный момент. Ты вот про Лебедева сказал. Есть, знаешь, я вот для себя нахожу некий… Вот где-то у него я читал, что, знаешь, есть очень важная такая позиция. Вот есть заказчик, есть дизайнер, который делает работу, а есть человек между ними, который переводит с человеческого на дизайнерский. И вот я понимаю, что на самом деле у меня одно из моих сильных качеств я перевожу с человеческого на трендерский. Вот то, что я с первой минуты и сказал, у тебя есть это качество. Вот это самое тяжелое, это донести людям, которые просто образно механизаторы, как должен ездить трактор. Все верно. Да, потому что у меня такие моменты бывают. Я сажусь, знаешь, и там я с ребятами сотрудничаю, я прихожу, тоже рассказываю идею, они говорят, Александр Михайлович, ну вы понимаете, что... А я, знаешь, начинаю как бы биться в конвульсиях, говорю, ну как, ну вот оно, я вот вижу, вот оно работает, вот оно на картинке. Александр Михайлович, вы понимаете, вот здесь надо это, это. И меня заставили сейчас, спасибо огромное, этот человек, он знает, о ком идет речь. Он меня заставил там книжку прочитать по математике, и я потихонечку начал как бы вникать. Поэтому я действительно тут с тобой просто на 200% соглашусь, что самое тяжелое в твоей именно профессии, это как раз образом, ты как переводчик с гухоневого языка. Да, да, да. Да, тебе приходят на пальцах показывают картинки, а ты уже... Да, 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 картинки на пальцах, именно так и есть на самом деле. Вот. И, ну, это самая важная часть, вот помимо конфиденциальности о том, что все остается между нами, да, еще и вот это вот умение понять человека и понять, что ему надо, тогда, когда он сам еще, возможно, об этом не знает. Ведь когда ты начинаешь делать, ну, какую-то штуку, ты на этапе разработки должен уже подразумевать, что возможно здесь будет вот это, вот это и вот это, и оставить для этого, так сказать... Тогда возникает вопрос, наверняка в процессе там то, что вы торгуете, то, что вы делаете системой и все остальное, я не имею в виду использование как бы чужих систем, уже у вас наверняка возникают как бы свои идеи, которые вы воплощаете в жизнь. Да, конечно, да. И что с ними происходит? Мы сейчас вот, как я говорю, дрейфуем в сторону опционной торговли, потому что она мне нравится именно вот этим полным отсутствием человеческого фактора. Ну, полностью математические просчеты. Да, тебе не нужно думать вообще. Там, конечно, не трехзначная доходность, да, речь идет там о единицах процентов в месяц. Но зато это мне очень понятно, как это работает, и я сплю спокойно. Когда есть дельта-нейтральная позиция относительно рынка, мне не важно, что будет завтра. с ФРС, с новостями, с Грецией, без разницы абсолютно. А как часто ты вмешиваешься, например, в процесс? Я понимаю, что есть как бы профессиональный уровень не говорить что-то клиенту. Например, приходит клиент, и ты знаешь или видишь, что можно, например, сделать лучше. Ты встреваешь или ты занимаешь чисто нейтральную... Это зависит во многом от того, насколько человек понимает. Чем он более понимающий, тем активнее моя роль на самом деле. То есть ты, по сути дела, где-то как бы и в роли ментора. Потому что я так понял, что такое количество чего-то пересмотрел, там скользящих, разных индексов и всего остального. Тут даже, знаешь, вопрос скорее идет о технической стороне реализации. Когда приходит человек, у которого там система делает 5 тысяч сделок в день по тестам, но он не знает, как это сделать в реале, здесь нужно просто знание того, как это работает вот в этой среде во всей, агрессивной достаточно окружающей среде, где есть интернет, плохие каналы связи, сервер брокера. И если ты до этого это ни разу не делал, ты вообще не понимаешь, как это работает и как сделать 5-5 тысяч сделок максимально эффективно. Вот тут такая роль активная моя. Я не вмешиваюсь, знаешь, в такую логику глубинную, что он там именно использует, насколько он там считает, какие именно статистики он считает, как глубоко он их считает, как глубоко по истории он все это посчитал. Это как бы не мое. Но с точки зрения технической реализации, конечно, я могу дать совет так, как это сделать более эффективно. Дорогие друзья, у нас Артем Крамин, трейдер, разработчик привода для торговли на Ford, скалипсис, стакан Артема Крамина. Прям приехал к нам из Казани. Огромное за это спасибо. У нас перерыв на короткий новостной выпуск, и после этого мы дальше продолжим интересную беседу. Еще раз здравствуй, Артем. Такой вот вопрос у меня возник, я немножко подумал, насколько в адеквате вот люди, которые приходят на самом деле, потому что каждый думает, что он что-то волшебное придумал. Представляешь, как обычно приходят, что-то придумал, где-то какой-то бэктест сделал. Понимаешь, как ты знаешь, бывает бэктест, все изумительно, кидаешь систему в бой, и начинается проблема. Ну вот до тех пор, пока цена за разработку была низкая, процент неадеквата был на самом деле очень высокий. Очень часто приходили люди с одними и теми же идеями в течение месяца могло прийти 2-3 разных человек. Где-нибудь что-нибудь написали, все туда ломанули. Ну да, думаю, сейчас за 5 тысяч рублей попробую. Да. Вот. Сейчас гораздо это выше, то есть их не так много стало, я там делаю, может, один-два проекта в месяц сейчас в результате. Но это люди, которые понимают, что они хотят. Вот. Это, во-первых, с одной стороны, вот раньше был выше процент людей, которые считали, что они открыли нечто такое, о чем никто в мире не знает, и только они такие молодцы. Сейчас люди, которые приходят, они понимают, что много кто это может сделать, и это очень просто, потому что все вещи, которые работают, они очень простые. Естественно. Притом там вообще один-два оптимизационных параметра. И поэтому, вот может быть, повыше уровень паранойи по этому поводу. Тут знаешь все тоже, вот эти вот, которые супероткрыватели-то, они, как правило, готовы всем об этом рассказывать. У-ху, я тут такую штуку сделал, смотрите все, айда за мной, там много вкусного. Вот. А вот эти, они молчат, их никто не знает, и как там, знаешь, поговорка-то, что деньги любят тишину. Тишину, да. Они очень неизвестные людям люди, ну, скажем так. Вот. И, ну, короче, вот так. Сейчас процент отклада, конечно, намного выше. Ну, ты уже поднял цену, уже 100 тысяч рублей, ребята, которые там за 3 тысячи рублей. Потому что я иногда, там, недавно на какую-то страничку нарвался, там, вот там 2 тысячи рублей. И я не понимаю, что за 2 тысячи рублей можно поиметь. Ты знаешь, сейчас так еврейским языком выражаюсь, на обед в ресторан за 2 тысячи рублей не поимеешь. И люди, знаешь, я смотрю, просто пишут, ну, я понимаю, там, как бы, простенькие вещи, скорее всего, это уже куча там маленьких таких наработок, и просто, просто их отдадут. Ну, вот, знаешь, я тоже думал про вот эту сторону рынка, когда ты продаешь много и очень дешево. И там есть спрос, на самом деле, много народ готово эти 2 тысячи заплатить, но я понял, что для меня это неинтересно. Ну, смотри, вот есть такая ситуация, сейчас видишь, ты не занимаешься этим направлением, но очень модное направление образно продают роботов, то есть делают и продают. Вот, я как раз, да, об этом хотел сказать. У меня была мысль сделать несколько каких-то штуковин на продажу, поставить там не очень высокую цену. Я уверен, что объемом я бы зарабатывал существенно больше, чем я делаю один-два проекта сейчас. То есть это модно и покупают? Да, да. Я бы поставил повыше цену немного, чем эти ребята делают, и как-то там двигал бы через знающих людей. Тогда вопрос такой, правдиво ли аксиома, что хорошего робота, работающего, нет смысла продавать? Это зависит от самого робота во многом. Ну, многие вот сейчас в интернете модно делают робота и продают. Сделали, продали. Во-первых, мы с тобой говорили уже о том, что есть два человека, дальше обоим одно и то же, у одного будет работать, у другого нет. Нет, просто человек показывает все, система, бэктестинг хороший, все хорошо на самом деле, все отлично. Нет никаких гарантий, что он заработает у человека, который купил. Поэтому я тоже самое говорю. Видишь, ты пошел немножко другим путем, не немножко, а кардинально. Ты не продаешь готовые идеи. Я считаю, что это неправильно. Почему? Давай перефразируем. Зачем человеку продавать то, что действительно может работать? Обычно системы, которые продаются, они дорогие. Это 150 тысяч рублей, 300 тысяч рублей. Это значит, что если человек там 3-4 системы продал, то он может взять эти 30-40 тысяч долларов и засунуть в свою же собственную систему и зарабатывать. Да, все верно. И с этим я согласен абсолютно. Я пытаюсь, знаешь, пытаюсь придумать, в каком же случае можно было бы действительно... Продать друга. Продавать, да. Продать друга. Ну да. Мне недавно, я тоже сделал робота одного, притом он очень легкий, простой, хороший, и мне человек пишет «продайте робота». Нет, это я, конечно, отворот-поворот сразу вообще. Нет, ну я говорю друг друзей, никто не продает. Ну конечно, ну курицу, несущую золотые яйца, продавать толку нет никакого абсолютно. Конечно, знаешь, вот системы, знаешь, во-во-во, могу сформулировать сейчас. Есть системы, которые все-таки требуют некого экспертного мнения о том, как они должны работать. Например, выбирать время включения и выключения ее. Есть, допустим, там простые механические, ну, значит, года 3-4 назад были очень популярны, всякого рода спредеры, которые стоят в стакане в моменте, заявками в обе стороны, лесенкой, и зарабатывают, пока цена стоит на одном месте. Это, с одной стороны, робот, он как бы берет на себя вообще всю работу, но, с другой стороны, как ты сказал, ты должен знать, когда включить его, когда выключить. Такую штуку, наверное, можно продать, потому что она требует очень существенного ручного вклада, пускай он не в самой торговле как таковой, но все равно ты должен его в нужный момент включить и в нужный момент выключить. То есть оператор нужен? Оно заработает, когда это нужно. Это полностью робот, но это немного другое. Если говорить, вот, например, про опционное чудо наше, да, оно, во-первых, очень сложное. Там сейчас такой интерфейс навороченный, что человеку для того, чтобы разобраться… Без стакана не разберешься. Я сейчас, понимаешь, я сам уже не помню, там комбинации различных настроек дают, работает он в различных режимах. То есть человек, который у нас управляет… Нет, сам интерфейс, он на продажу или вы только для себя? Не-не-не, мы только для себя его делаем. Понятно. Он поэтому может быть такой сложный, что никому не нужно его рассказывать, продавать. И вот человек, который… И я уверен, что еще и не расскажешь. Ну, а что там, опционная торговля. И все, да. Сало как сало. Который управляет, он понимает и помнит. Я сейчас уже… Я открываю код иногда, и мне надо часа полтора туда глядеть, чтобы разобраться, какой режим работы включит определенные комбинации там этих выключателей. И это продавать просто бесполезно. При том, что цену за него, ну, я не знаю, сколько там надо ставить. Но это надо ставить столько, сколько ты там планируешь года за три на нем заработать, наверное. Вот тогда это будет какая-то адекватная за него цена. Цена. Ну, блин, никто не заплатит столько. Это же много, потому что очень. Вот. То есть и сложность в управлении, и высокая цена. Поэтому, ну, у меня много вопросов, конечно, по поводу продажи роботов. Особенно, когда это за 100 баксов на сайте скачаете, получите. Ты понимаешь, ты банально… Кстати, один из моментов. Во всех этих дешевых решениях отсутствует модуль управления капиталом, я на 100% уверен. Они все не подразумевают этого вообще. То есть ты его берешь, включаешь, а что там сколько, там 5% туда загнать? Стоп-лосс. Как правило, вот люди, которые вот сейчас приходят, это люди, которые торгуют уже очень давно. Вот, ну, там реально срок там лет 10. Которые хотят автоматизировать. Да, 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 да. И у них, скорее, это уже не тестинг на основе исторических данных, а это кровью и потом и своими деньгами заработанная система, которую они уже просто эти 10 лет видят, торгуют руками и понимают, как это работает. Вот, скорее так. То есть более адекватно. И тебе, естественно, с ними гораздо удобнее работать, комфортнее. Они могут объяснить, что они хотят. Ну, конечно, да. И они понимают, что вот они получили, это то, что им нужно. Иначе ты делаешь, а он приходит через неделю, говорит, блин, круто, а давай теперь все развернем. А может, например, то, что ты делаешь, сравнить на самом деле. Это я просто всегда ищу с чем-то сравнение. А может, это свою работу, например, сравнить с доктором. Когда приходит к тебе пациент, рассказывает о своей симптоматике, и ты делаешь ему диагноз, ставишь. Теоретически получается. Вы знаете, у меня вот здесь чешется, там болит. Ну, знаешь, это романтично, конечно, очень, но я бы скорее сравнил это с каким-нибудь автомехаником все-таки. Это куда-то туда ближе. Да, но ты же здесь. Автомеханик делает немножко другое, он просто как бы вытаскивает, никакой творческой работы нет. А я так понял, что... Давай по-простому. От 100% твоей конкретной работы сколько творчества занимает? Оно в другом. Творчества очень много. Нет, его очень много, поэтому я говорю. Да, но оно происходит на этапе кодирования. Потому что одну и ту же задачу с средствами языка можно решить 10 разными способами. И в каждом отдельном случае нужно понимать, как это будет эффективнее, во-первых, по своему личному времени как-то быстрее сделать, и как это потом будет эффективнее работать. И ты ищешь некий баланс между этим и этим, каждый раз выбирая какие-то возможности для реализации. Тут еще есть, что очень удобно, что ты можешь, имеешь возможность повторно использовать результат своего труда. Это очень круто в программировании. Если автослесария, ты один раз поменял распредвал, ты в следующий раз его меняешь, и ты делаешь всю ту же работу заново по-любому. Только быстрее. А здесь у меня, вот почему от стакана был очень простой переход к роботам. Уже все работает. У тебя уже есть приложение, оно уже подключается к терминалу. Уже все, что нужно, оттуда забирается. Он уже умеет ставить заявки. И для того, чтобы сделать первого робота, мне просто пришлось, ну там, условно, если это был теханализ, я уже не помню сейчас, посчитать там значение этих индикаторов. И все. И повторно, я уже один раз там посчитал этот индикатор, написал его, в следующий раз я просто беру этот кусок кода, вставляю, и у меня все работает. И тогда я имел в виду, это уже как с годами получается, есть какая-то накопленная библиотека. Все проще и проще становится. Конечно, да. И насколько тогда, тогда такой встречный вопрос, насколько вот за последние несколько лет люди, которые приходят, действительно какие-то блоки действительно совпадают? Много чего совпадают. Особенно у людей, которые зарабатывают, очень много чего совпадают. То есть простота, по сути дела. Ты используешь каждый раз, по большому счету, одни и те же подходы, одни и те же механизмы. Может быть, немного меняется техническая реализация вместо там одного индикатора другой, или там, ну какая-то вот такая, знаешь, замена несущественная. А в целом понимание, подход очень подхожий. То есть ты ценишь простоту, то есть система, чем она проще, тем она улучшится. Чем больше таймфрейм, тем больше денег можно запихнуть, конечно. В этом смысле. Это дольше будет работать, и это надежнее, и меньше рисков, связанных с технической стороной, точно так же возникает. Ну да, когда тебе не надо переживать за проскальзывание, там, за мизерный короткий стоп и все остальное, это однозначно. То есть чем больше параметров, я просто сам видел, когда начал сталкиваться с этим. Получилось, что чем проще система, там, совсем простенько иногда, там, два-три бара или еще какая-то простая, работает очень хорошо. А вы только на России. Да, мы сейчас, знаешь, как получилось, у нас вот один из наших, вот, настрой работает, вот, один парень здесь сейчас в Москве работает, уже, как бы, отдельная организация, которая инвестирует деньги во все это, и они вместе делают сейчас, вот, на основе того, что у нас здесь работает, они делают на американские опционы. Но это наверняка займет какое-то время, мы, если уж, вот, полтора года, у нас там первый год времени, это была чистая просто разработка. Понятно. Да, то туда это, бог знает, сколько время займет. Ну, слушай, ты понимаешь, это все, как бы, мы все работаем на перспективу. Да. Дорогие друзья, Артем Крамин, трейдер, разработчик привода для торговли на Ford, скальперский стакан Артема Крамина. Пойдем сейчас на финальную 15-минутку после новостного выпуска. Ну, сейчас более будем профессионально разговаривать, если получится. Ну, вот ты мне рассказывал, что у тебя фамилия, откуда пошла, поэтому давай расскажем, просто интересно будет. Из Восточной Европы, я вон себе записал даже, означает торговец. Что ты задумался? А, все, пошли уже, да? Я что-то пропал, да. Это сейчас страшно. Да, у меня корни откуда-то из Восточной Европы, то ли из Польши, то ли, ну, что-то туда близкое. И у меня, кстати, дед говорил даже, что до революции по Волге плавал теплоход Крамин. Вот такая интересная фича. А вообще фамилия происходит от слова Крама, переводится как торговец, лавочник. Очень близко, как оказалось, к трейдерским делам. А как ты себя ощущаешь на самом деле торговцем, лавочником? Ну, я вообще предприниматель по жизни. У меня, на самом деле, помимо трейдинга много всяких разных еще интересов. Вот, и там бизнесы есть в реальной жизни. Например, ясф. Если не секрет, конечно. Да, конечно. Я вот, кстати, недавно на Smart Lab как раз писал про это. Последние полгода мы очень активно развиваем направление под названием «свободное пространство». Сейчас в Москве это уже очень модная тема, когда люди приходят и платят за время, проведенное у тебя. Не за то, что они у тебя что-то покупают. У нас бесплатный кофе, там чай, всякие снеки, печенье. Ты приходишь и проводишь там время приятно. И я понял, что для меня это очень интересное хобби. Что же там? То есть это какое-то некое заведение? Ну, это пространство именно. Понимаешь, человек приходит туда не для того, чтобы поесть и попить, а чтобы просто провести время. А как же там время проводят в пространстве? Мы проводим всякие интересные семинары, приглашаем людей побеседовать, кино показываем. Проводим настольные игры очень активно, концерты делаем. Для меня это, знаешь, возможность какой-то такой социализации нормальной с людьми, которые мне приятные, интересные. Вот в такое время не работаем. То есть, по сути дела, ты приглашаешь людей, которые изначально идут на то, чтобы просто провести хорошо время, а не с какой-то целью там пожрать, пищу, что-то. Да, да. И знаешь, я обнаружил, что очень много народу... Не хватает этого. Им хочется этого. У нас Казань-город достаточно такой мажорный. У нас нефти много в Татарстане, знаешь, всякие там эти боулинги, аквапарки, вот уже все наелись. Ну надоело, а человек говорит, а что опять жрать? Уже наелись. Или опять, наверное, боулинг, да? И поэтому сейчас народу интересны всякие такие загадочные движухи новые. И вот мы это запустили. У меня школа танцев, удивишься, есть большая. Мы самая большая школа танцев в Казани. Но это уже давно очень проект запустили, он работает сам по себе сейчас. И это интересно, знаешь, вот эти люди. Это как бы такая совсем другая сфера. Тут компьютеры, механизация, программирование. А тут вообще совсем другое. И это такая смена деятельности очень классная. Ну такие в основном взрослые или дети? Да, парные танцы мы, всякие танго, сальса. Мы много чего в Казани первые спустили. Тема популярная очень. Ну интересно, по крайней мере. Тут, знаешь, у меня нет, опять же, такого, знаешь, желания сделать там мега империю танцевальную. Это прикольная такая вот штука, она работает. Ты сам ходишь? Я танцую танго, да. Достаточно неплохо. Я надеюсь, для Казани, по крайней мере. У нас на прошлой неделе Аргентоз только приезжали. У тебя скидка есть? Ну, меня везде зовут. Затак. Это знаешь, когда ты начинаешь, выходишь на культуры, и тебя просто везде зовут. Ну, ты знаешь. Ты пришел, потанцевал, да. Ну, ты вообще что-то пришел просто. Просто пришел, постоял, да. Я недавно смотрел расценки даже наших российских звезд просто прийти постоять. Ага, такое есть, да? Ты что-то не представляешь, да. Значит, насколько я знаю, по-моему, присутствие, например, Пугачевой в зале, да, там оценивается от 25 до 50 тысяч евро. Просто присутствие. Да, чтобы просто сказали. Знаете, у нас сегодня в гостях, так что, ты представляешь, скоро будет сегодня в зрительном зале Артем Крамин. Ну, да, да. Да, или сегодня на сцене. На самом деле, ты знаешь... Ты когда приедешь в Казань, у тебя будет такой шанс так сделать. Я приду посмотреть. Я в зале с удовольствием скажу. Отлично. Я просто вижу, что ты на самом деле, знаешь, я люблю людей, которые кайфуют. К сожалению, ты правильно сказал, в последнее время это, знаешь, большая редкость. Я понимаю сегодня, я хочу даже передать вот следующие вот эти 8 минут, которые у нас с тобой будут, как раз на эту тему и поговорить. Может, мы все-таки до кого-то достучимся. Хотя, ты знаешь, это обычно никому не интересно. Ну, даже если это будет интересно нам двоим и кто-то захочет послушать, о чем мы с тобой говорим. Ты знаешь, в последнее время на самом деле люди другие стали. Знаешь, я как бы, может, дитя 80-х годов, я пережил. Люди стали немножко другие. Знаешь, они не отвечают за слова. Просто что-то ляпнуть в чей-то адрес, это, знаешь, как-то стало, ну, обыденным. Просто, знаешь, где-то на кого-то что-то ляпнул. Ты вот у меня вызываешь совсем другие ассоциации. Ты знаешь, в последнее время гости, которые приходят на передачу, это, знаешь, жизнь радостная. Вот Есин, например, Андрей, знаешь, он приходит всегда в таком хорошем настроении, доволен. Много ребят таких. И ты, на самом деле, мне нравятся интересы твои и все остальное. Почему в последнее время, как думаешь, такое смещение произошло именно вот как раз в сторону неправильности? Потому что я, на самом деле, вот ты смотрел фильм «Духлос»? Нет, еще не знаю. Ты смотри, я в прошлые выходные ходил с супругой, смотрел фильм, ты знаешь, очень у многих я сначала всегда смотрю впечатления, да, то есть я не придерживаюсь ничего мнения, и мне абсолютно оно безразлично к радости. Я начал смотреть чужие мнения, смотреть, кто как реагирует. К сожалению, просто прочувствовать мнение этого человека невозможно, просто ты его не знаешь. Но когда я посмотрел сам этот фильм, у меня просто сложилось одно мнение. Это такая правда, вот то, что показывают. Это просто правда. И как бы ее начинают обсуждать. Правду нельзя обсуждать. Она правда и есть правда. Расскажи вот о себе, что еще ты любишь, помимо танцев. Знаешь, вот я смотрю у тебя, ты как бы не ботаник. Ну да, так получилось. Расскажи. Вот спортом занимался. Я в баскетболе играю. Знаешь, у меня папка тренировал в свое время сборную нашей республики по баскетболу. И, соответственно, я тоже к этому всему имел отношение. Я играл за университетскую нашу команду. И это прикольно. Но вот по жизни, если говорить, знаешь, мне очень интересно в общении с людьми находить их сильные стороны и помогать им их развивать. Вот, наверное, вот эти вот дела мои связанные с нетрейдерским направлением, я там именно вот этим и занимаюсь. Реализовываешься. Я вот ищу людей и помогаю им максимально себя реализовать. Это такой кайф. Там у тебя есть какая-нибудь позиция, да? Ну вот ты понимаешь, теперь ты понимаешь, за чего я приводаю. У меня вообще с этим вопросом не текает. Вот у многих возникает. Люди не понимают, что ты на самом деле, когда тебе кто-то, какой-то человек, например, там написал на e-mail или в скайпе написал, Александр Михайлович, там я просто даже там видео посмотрел, какую-то штучку сделал, и там у меня получилось, посмотрите. А это прет. Это прет на самом деле. Ну вот расскажи, как тебя прет. Ну, для меня, видишь, вот общение с людьми, это очень большая польза еще. Это не только удовольствие, но еще и очень большая польза внутренней. Я прям понимаю, что для меня за счет того, что эти люди реализуются, и я учусь с ними это делать вместе. Ты же понимаешь, по-любому вместе с человеком этот путь проходишь. Ты вот его взял на позицию, там, не знаю, управляющего отдельным филиалом, да? Ты видишь, что этот человек еще не очень хорошо ведет переговоры. Сорват. Что он, да, его надо по определенному направлению двигать. И ты этот путь заново вместе с ним каждый раз проходишь. Ты его берешь за руку, и тебе надо там, допустим, вот есть арендная цена, а тебе надо вдвое сбить. Ты берешь его за руку, едешь вместе с этим человеком на эти переговоры, садишь, показываешь ему, как это делать. В очередной десятый, двадцатый раз это проделываешь. Он видит, у него такие глаза. Ага, это, оказывается, так делается, и это так можно сделать, оказывается. И он сам умеет в следующий раз. И ты, это делая каждый раз вместе с ними, ты же сам умеешь все лучше и лучше это делать. Но люди просто не понимают на самом деле, да. Но Конфуций всегда сказал, я очень много научился у своих учителей, но больше всего я научился у своих учеников. Я научился реализовывать и формализовывать стратегии только потому, что я студентом, и люди не понимают этого. Понимаешь, и когда ты же знаешь. Поэтому, как ты сказал, когда ты человеку сидишь, говоришь, а вы знаете, давайте вот этот бар по-другому попробуем, или закрытие вот это по-другому. Это тот момент, когда ты как раз начинаешь думать об этом. Мне нравится, вот то, что касается семинаров, да, я больше, как сторонник механизаторской темы, мне больше нравится через интернет, когда это проходит. А ты знаешь, а у меня душа не лежит. Мне очень часто, я никогда ни одного платного семинара не провел. Мне очень часто стучатся и в скайпе, и в мейлах, говорят, там, проведите, возьмите там восьмидневный семинар, десятидневный, для тех, кто не может приехать. Я не понимаю вообще, я должен как бы поорать иногда и матом поругаться, и нарисовать эмоции. Ну, это каждому своё, наверное. Да, да, да. Знаешь, лично общаться интересно, но у меня не хватает, наверное, внутренней энергии. Видишь, практически все самые крупные твои клиенты, они же приезжают тоже лично с тобой общаться. Да. Но знаешь, вот... Он должен сесть, посмотреть тебе в глаза, перед тем, как он тебе даст идею. Ну, я согласен с тобой, да. Ты же не забывай, это очень индивидуальный фактор, очень сильный фактор, когда человек смотрит тебе в глаза и думает, вот доверю я сейчас этому человеку. Что такое? Ты не забывай, они тебе доверяют идею, еще за это платят деньги. Ты представляешь? И приходят человеки, и тебе рассказывают, вот, знаете, идея рабочая, ты правильно сказал, приходят люди, которые 10 лет выстрадали это, да? Я понимаю, что на большом, на крупном таймфрейме, даже если ты образно, не дай бог, украл идею и воспользовался ей, ты ему не пересечешь дорогу образно на длинных таймфрейм, нету, на дневках, что бы ты ни говорил, ты все равно ему дорогу не перейдешь. Там уже не принципиально, вышло на 20 копеек больше. Но здесь другая ситуация, человек должен посмотреть, я уверен, что большинство приезжает, чтобы посмотреть на тебя, как на человека. Ну, да, наверное. Это очень важный фактор, поэтому, знаешь, тут, как говорится, компьютер... У меня, знаешь, это, наверное, такой момент, все-таки нужно внутреннюю какую-то силу и вот эту вот энергию иметь для того, чтобы контакт поддерживать с большим количеством людей. У меня этого, может быть, не хватает, может быть, желания нет этого делать. Вот на очень большой... Мне комфортно, когда меня слушает 10 человек. Я точно знаю, что у меня получится с ними вот это вот, знаешь... Достучаться. Какая-то магия вот эта, да? Ну, понимаешь, да? Когда вот... Конечно, понимаю. Вот. А вот когда их там сидит 500, ну, бог его знает. Я, может быть, не делал пока еще просто ни разу. 500 ты не представляешь, насколько тяжело. Ты знаешь, что самое тяжелое? Там все очень разношерстные. Я, например, вот всегда провожу первый семинар бесплатным, чтобы люди подумали и поняли, нужно им это или не нужно. То есть не просто прийти и сказать, давайте сейчас соберем деньги, Герчик приехал в город. Я всегда говорю, приходите, посмотрите. Если вы видите, что вам не нужно это, значит, вам и идти не нужно. Я всегда первый день платного семинара делаю бесплатным. Всегда. То есть там есть, там вот, да, платник трехдневный. Я всегда его делаю бесплатно, чтобы люди посмотрели и решили, нужно или не нужно. Ты не представляешь, когда что такое 500-700 человек в зале. Ты выходишь, и ты просто как выжатый, как лимон. Энергетически тебя просто, знаешь, просто съедают. Съедают просто. Я потом отлеживаюсь неделю после семинара. Вот у нас последняя минута осталась. Что делаешь на выходные? Что бы хотел пожелать? И оставь свои координаты для того, чтобы люди могли к тебе обращаться за профессиональным сервисом. Выходные для меня, у меня нет такого понимания выходные. Что рабочий день, что выходной, это всегда есть чем заняться. Ты либо, если говорить про рынок, ты в рабочие дни и выходные можешь программировать, тестировать. Ну, какие-то интересы наверняка есть, танку потанцевать. Ну, да. Мне нравится проводить время с друзьями, с людьми, с семьей. И это то, что заряжает и дает силы потом в понедельник опять встать рано и поехать. Это вот все-таки, конечно, общение с людьми, которые дороги тебе. Дорогие друзья, у нас в гостях Артем Крамин, разработчик привода для торговли на форте, скалиперский стакан Артему Крамину. Как так попроще тебя найти в интернете? Крамин.ру. У меня есть сайт. Как слышится, так и пишется. Да, по-английски. Крамин.ру. Артем Крамин, дорогие друзья, можете смело посмотреть его честные казанские глаза. Огромное тебе спасибо, на самом деле, что сдалека приехал. Спасибо, что пригласил. Да, в Казани увидимся. Доброго дня, до встречи. Всем хороших выходных и всего доброго. До свидания.